Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Прошлое видео мы закончили сменой регистратора. Почему важен регистратор? Какая разница, кто зарегистрировал вашу машину? Казалось бы, отнять ее у вас может только суд или вор. С машиной да, с доменом нет. Регистратор открывает вам доступ вот сюда, к нейм-серверам. И чтобы понять, насколько это важно и чем отличается от автомобиля, нужно рассказать о нейм-серверах чуть поподробнее. В первом видео я говорил, что доменное имя — это кличка или псевдоним для IP-адреса. Если в банде 20 человек, их клички легко запомнить, если 100 — уже сложнее. Количество доменных имен исчисляется миллионами, поэтому DNS — система доменных имен — это распределенная иерархическая система, в которой нет единой базы данных, где в одной колонке IP-адрес, а в другой доменное имя. А есть большое количество нейм-серверов, которые все время куда-то указывают. Система сложная, если в теории объяснять, как идет запрос, что он может найти в кэше резолвера и что такое авторитативный сервер, вы это видео выключите и правильно, кстати, сделаете. Поэтому очень грубо. Когда вы запрашиваете в браузере сайт, заказ икона.ру, который мы только что зарегистрировали, ваш запрос, условный почтальон, начинает поиск IP-адреса, который соответствует этому домену. Искать он начинает справа налево, он летит по оптоволоконной линии к корневым серверам, потому что знает, что начинать надо с них, чтобы выяснить, кто отвечает за зону.ру. И встречает нейм-сервера, которые говорят ему, что отвечает за зону.ру, DNS-сервера — система регистрации национальных доменов. Запрос отправляется к ее нейм-серверам и спрашивает, кто отвечает за заказ икона.ру. Точнее, ему уже не важно, кто отвечает, он встречает здесь конечный указатель, который ведет к сайту, потому что rootcenter, регистратор по этому домену, внес туда запись о том, где он лежит. Записано это вот здесь. Это, собственно, и есть нейм-сервера, и так как домен сейчас сдан в аренду мне, я могу сам решить, куда направить запрос, то есть почтальона. И эта запись попадет на DNS-серверы системы регистрации национальных доменов, которая, по сути, представляет из себя простой список домен и его нейм-сервера. Вот эта возможность направить запрос куда мы хотим и является главной перерогативой владельца домена. Я хочу направить домен на сервера Beget, поскольку именно там собираюсь хранить свой сайт. Beget — это хостинг-провайдер. О хостинге не буду рассказывать подробно, надеюсь, вы знаете. Это специализированная компания, на чьих серверах физически лежит сайт. И так как Beget еще не знает, что я отправлю почтальона к ним, им нужно об этом сказать. Ну, что когда придет почтальон, его нужно отправлять в квартиру номер семь, где живу я. Квартиру, кстати, выделяют мне они, просто они пока не знают фамилию жильца. Сначала надо прописаться, то есть снять квартиру. У разных хостинг-провайдеров это делается по-разному. Непосредственно у Beget — так. На моем тарифе может быть два сайта, пока тут только один. Имя любое, но чтобы не путаться лучше по имени домена — все, сайт добавлен, квартира есть. Теперь идем оформляться. Здесь домены и поддомены. Мы говорим, что если придет почтальон, которому нужен жилец по имени заказ-икона.ру, его нужно отправить сюда, в квартиру номер семь. То есть Beget — это конечная точка, именно Beget знает, какому домену какой IP-адрес соответствует. Тут надо говориться, я бы не стал, чтобы не запутывать, но уверен, что точно найдется тот, кто скажет сейчас, но что он несет, он что не знает про виртуальный хостинг — знает. И придется рассказать в двух словах, чтобы избежать критики. Действительно далеко не каждому домену соответствует реальный IP-адрес. Эта услуга оплачивается отдельно и не факт, что она сильно нужна. Чаще на виртуальном хостинге под одним IP-адресом скрывается сразу несколько сайтов. Система уже дальнейшей адресации ведает хостинг-провайдер. То есть если вернуться к почтальону, то он не идет в квартиру номер семь, а доходит до консьержа. Оставлять корреспонденцию ему, а консьерж уже разносит непосредственно жильцам. Для жильцов-пользователей это не видно и не важно. Просто если почтальон идет конкретно к вам и иногда не доходит, виноват вероятнее всего почтальон. Или вы, потому что вас нет дома. В случае с консьержем виноват может быть еще и он. Но техподдержка у хостинг-провайдеров обычно отзывчивая и профессиональная, так что пишите, если что. Если не отзывчивая, меняйте хостинг-провайдеры. Вернемся к домену. Вот он добавлен. Теперь осталось где-то найти нейм-сервера. А вот здесь что логично. Копируем и вставляем вот сюда, в DNS-серверы. Вообще достаточно двух, но кашу маслом не испортишь. Еще раз, это просто физические сервера, на которых продублирована информация о том, где лежит ваш сайт. Если один вдруг отвалится, почтальон найдет информацию на другом. Следите, чтобы после имени нейм-сервера не было лишних пробелов. Все. Заказ на изменения данных принят. Домен будет делегирован в течение нескольких часов. По-моему официально они пишут до 24, но реально где-то через 3-5 домен будет вести уже на ваш хостинг и дальше вам осталось добавить сюда сайт и приступить к работе. По большому счету с делегированием домена все. После этого он будет работать. Если вдруг вы захотите переехать на другой сервер, к другому хостинг-провайдеру, действуйте по схеме. Переносите сайт на новый хостинг, заходите к регистратору, перепрописываете сервера. По домену есть еще ресурсные записи типа asyname.mx. К ним редко приходится прибегать среднему пользователю, но в следующем видео я все-таки остановлюсь на этой теме поподробнее.